Пистолет пневматический от компании Кроссман, модель СН-9БМА. По сути, это такая достаточно современная билета. Я как понимаю, она даже не 92-я, а 90-я. Много здесь скрублений и всяких таких фишек. В общем, обновленная 92-я билета. Кстати, нестрельный аналог действительно неплохой. А что у нас с этим пистолетом? Ну, все достаточно странно. Очень спорный пистолет. Он вызывает прямо противоположные, если честно, эмоции. Сначала он дико бей с упаковкой. Потом вы натыкаетесь на достаточно дешевое решение. В плане предохранителя он не флажковый. Вот такой вот, как на самой дешевой пневматике. При том, что и пистолет-то не дешевый. 7500 рублей, это со скидкой. Да, здесь металлический затвор, пластиковая рамка. Магазин неполноразмерный. Есть планка вивера. И даже на прицельных приспособлениях у нас не просто марки. А система трагла. Такие фиброоптические нити, которые помогают нам прицеливаться в условиях недостаточной видимости. Плюс еще странный момент. Эта вот задняя крышка очень туго отстегивается. Возможно, это проблема чисто этого образца. Но как бы усилие приходится прикладывать знатное. Ну и, в общем, вот все вот это вот крайне странное. Член этот пистолет оставляет. Да, присутствует блоубэк. Но он такой. Очень-очень такой скромный. Но это все из-за того, что очень слабенькая пружина стоит для того, чтобы максимально газ сэкономить. Опять же, с одной стороны хорошо, а с другой стороны не очень. Магазин. Он металлический, что опять же хорошо, но не полноразмерный. Но при этом он удобно заряжается через пружину снизу. Вот я говорю, это настолько контрастный во всех отношениях пистолет, что я даже не знаю, кому его можно посоветовать. Наверное, в первую очередь тем, кто хочет что-то оригинальное. Для подобных компоновок, если честно, 90-х, 90-х, вторых я еще не встречал. Ну и для тех, кто прется именно по линейке Берет, наверное, коллекционерам. Ну и цена, мне кажется, конечно, несколько завышена. Особенно на фоне того, что у нас есть от Swissarm, от Glitcher. Там они, может быть, чуть подороже, но в разы куда более солидно выглядят. Да еще и с автоматикой. В общем, как я уже сказал, крайне контрастное изделие в основном на любителе.